всем привет всем добрый день у нас сегодня суббота время вон четыре часа смотрим поставили наши старые видосики пацаны поставили убежали мы с мужем были в супер и купили продукты вчера у нас было в гостях сестра моя привезли мне телевизор и это я себе на работу повешу бонифаци как всегда на своем посту для него ничего не меняется это двух тысяч девятнадцатый год по моему мы поехали сами в мы были в супер как я уже сказал купили продукты но насчет цен как бы в принципе одно и то же цены не поменялись не подешевели и не подороживали в принципе одно и то же мы сейчас с мужем готовим обед-ужин у нас будет делаем шницеля он нарезает а я потом уже все буду делать остальное до купила тряпки нужно тряпки для полов купите чтоб дома еще одна запасная была и мне на работу надо потому что старую я выбросила три тряпочки купила и купили еще такую вот знаете ну типа полотенца сушилка для для чистой посуды а то полотенце вечно потом эти полотенца мокрые воняют вот эту такую штучку классненько не промокает будет сушиться и просто можно также ее будет и стирать и вывешивать чтобы она просто высыхала и все а тут у нас кусочки это для бани и было я им отвариваю сюда хрящики вот косточки и потом вам даю мясо купили грудинка 3 на 3 килограмма на 100 шекелей ну принципе это так и было у нас купила йогурт натурально хочу сделать творог а потом сырники сначала думала куплю к сырникам сгущенки на сгущенку не нашла и взяла вот такой вот абрикосовое варенье тоже очень вкусно с сырниками не знаю сколько тут калорий 100 грамм в принципе нормально не правда зато не это хорошо и жира нету шуманим тоже но и но сахар только есть страшно буду сырники делать хочу сырники носим и замечательная погода жарко прям у нас передали 31 градус у нас сегодня я уже повторюсь на 21 октября я кстати утром поработала пришла домой в час где-то мне начало второго где-то я пришла домой ну вот пообедала у меня был супчик и потом сможем поехали за покупками людей кстати было полно у нас в супере и были кстати и евреи и русские все вместе как и всегда вот так что все нормально все слабого то знаете как-то ну связи с вот этими всякими военными действиями у нас в стране люди как бы внутри израиля то есть и арабские ой израильтяне арабы израильтяне и евреи израильтяне русские израильтяне все которые короче живут внутри израиля я вам говорила да что у нас тихо даже у нас в арабском городе то есть люди практически вообще не выходят и даже ну слышала от клиентов даже что никто никуда даже не выезжает примеру там как в торговые центры и так далее потому что никогда не знаешь что и как как кто может на кого отреагировать вот понимаете ну вот сейчас были в супере то что как бы евреи к нам приезжают в арабский город наш супер вот и русские люди тоже с ближе ближайших городов это очень все радует то есть то есть все нормально сделаем сделали тихо я просто хочу рассказать про то что как раз я начала на балконе я хочу просто рассказать что но вчера мама рассказала по поводу того если уже за затронула эту тему то есть что как бы люди боятся ну к примеру арабы израильские до бояться куда-то ехать потому что никогда не знаешь как поведут себя там евреи и так далее и тому подобное вот и тут же у меня всплыла история которую вчера рассказала мне мама подруга пожилая женщина не буду говорить имена естественно я их и не помню вот у них такая довольно большая семья то есть там есть внуки дочки внуки уже взрослые вот у них там четыре собаки у каждой квартире по собаке у каждой семьи вот и когда началась вот это вот все у нас военное положение да и первый раз у нас была сирена когда была первая неделя войны первая сирена у нас была во всем округе севера и потом нам сказали что это была ошибочная ошибочная сирена вот и они решили всей семьей собраться где-то в одном месте они поехали в город кириатата в кириатата сняли там дома не хотели специально дом чтобы была земля что если вдруг там нельзя будет выходить из дома то они могли гулять собаками потому что у них много собак около 3-4 собак вот и рядом с этим домом а да и там где они в своем городе живут у них не было этого михлад как это называется бомбоубежище у них не было не в квартире то есть не в доме дом старый там даже на лестнице на лестничной площадке нельзя было спрятаться вот и во дворе тоже как бы рядом с ними не было бомбоубежище вот и поэтому они искали что-то такое чтобы было удобно для всех они собрали всей семьей как уже сказала сняли в кириатата дом частный дом и как раз возле этого дома прям выходишь в дверь дверь как мама сказала есть бомбоубежище бомбоубежище общее их не соседи получились и были евреи датишны датишны это религиозные люди евреи вот и когда была сирена когда была сирена люди начали вот наши русские да все начали собираться бежать в этот бомбоубежище и вот этот датишны еврей зашел в бомбоубежище закрыл дверь и не пустил и не пустил вот эту целую семью с детьми там собаками со всеми он их не пустил он сказал им что это бомбоубежище моё типа валите отсюда я вас сюда не впущу у меня девять детей и мы здесь только помещаемся только сами я еще раз повторяю что это бомбоубежище было именно миграция бури миграция бури это для всех то есть это общее это не его личное что-то у него дома что он как бы в принципе мог сделать но вообще-то да если по человечески по человеческой да сирена люди бегут с детьми как вообще можно было даже твой личный да даже если бы там я не знаю были как селедки в коробочке в банке да но надо было детей людей впустить обязательно потому что была сиреной и как бы не известно что куда упадет вообще как это у чисто по-человечески да можно было целую семью не пустить в бомбоубежище даже если бы это его был личное бомбоубежище я вообще не понимаю как можно было такое сделать какой верующий в бога человек мог так поступить с детьми с людьми вот как бы у меня как на нон-коммент нету комментарии я как бы не вообще в шоке была и они сами были в шоке короче молодые люди вот этот взять вот этой тете я так понимаю начал пытаться открыть дверь этого бомбоубежище тут звучит сирена огромная не испугались тот закрыл дверь не хочет им открывать говорить говорить им иди отсюда короче до такой степени что не начали тянуть эту дверь туда навсегда дверь бомбоубежище это толстая железная дверь придавили ребенку там пальцы вот потом вы короче чуть ли не до драки вызвали полицию и короче я бабушку даже не спросила чем это все закончилось закончилось это тем то что они за этот дом заплатили в городе кириатата за два месяца съема и они оттуда съехали просто как бы я даже не знаю что полиция сделала сделали а сделала штрафовала ли и вообще что они там сделали с этими но с этой семьей еврейской датишной религиозная вот но короче в конце концов они заплатили деньги за два месяца и они съехали с этого дома вернулись к себе домой короче вот так то есть вот такая вот вот такая вот история ну вот все муж мне все почистил расчленил все что надо убрал все что не надо не убрал это у нас получается будут шницель такие тоненькие кусочки сейчас я это буду все мариновать и в сухарях и будем жарить мы купили булочки а это и сейчас помою и спрячу всем добрый вечер у нас 11 по моему же времени я наконец-таки скупалась ну как я постоянно купалась голову помыла потому что у меня волосы длинные если идти в душ и голову мыть то нужно где-то минуту 10-15 плюс там еще масочку какую-нибудь сделать вот и такого времени у нас не было знаете мы купались как в армии быстренько чушку мылом обтерлся и все и выходили а сегодня наконец-таки помыла голову так хорошо так хорошо сделала себе же после 6 сейчас не если в первую неделю я не могла есть из-за стресса вот и немножечко подхудела поэтому пытаюсь продолжать худеть вот им аппетит у меня сейчас лучше чем первую неделю вот поэтому придерживаю себя знаете как-то не поддаюсь там зовом вот это обжираловки после 6 не ем если очень-очень что-то хочется скушать то я вот вчера примеру я съела пол персика сегодня я съела пол сливки воды все и сделала себе сейчас кипяток с мятой и с лимоном вот после 6 не ем как бы мне там не хотелось и сегодня были с мужем супер и накупили всяких разных вкусняшек но нет 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 я держусь пока держу дальше не знаю что будет но пока держусь хочу похудеть хочу дойти хотя бы сейчас до восьмидесяти килограмм вот я уже немножечко сбросила и почувствовала сколько легче стало живот ушел насколько легче стало вообще все делать и я легче стала хотя там похудела но я не знаю три-четыре килограмма все равно это очень очень сильно ощущается мне намного легче вот поэтому хочу дальше стараться пока у меня получается есть мотивация вот хочу продолжать дальше надеюсь что у меня все получится у нас цель теплый вечер теплая ночь днем тоже было очень жарко я говорила 31 градус у нас читам на дороге полиция стоит непонятно что нас стоит вот и вот такие вот дела так что сейчас буду пить чай посмотрю какой-нибудь видео с видосик на и youtube чеки расслаблюсь вот а завтра воскресенье завтра я тоже работаю у меня завтра 4 клиентки вот так вот найти записываю потихонечку три четыре клиента и в принципе уже вся неделя забита но если честно мне нравится так работать чтобы поздно чтобы поздно тоже не брать знаете людей вот сегодня я уже примеру два часа была свободна это мне очень нравится получается вторую половину дня я все время дома мы занимаемся домашними делами там общаемся с семьей вот и так далее и тому подобное к родителям так сегодня и не поехали потому что тоже пришла с работы поехали за покупками приготовили ужин пока убрали посуду помыли уже вечер уже куда ехать вот мы не знаю посмотрим может быть завтра нам удастся с мальчиками съездить после работы но это тоже как я себе буду себя чувствовать и сегодня нам еще приз на прислали что у даниэля будет в понедельник футбол я не знаю вообще как это все будет потому что у них там где они нас занимаются у них нету бомбоубежище у них рядом с ними есть школа но это тоже надо бежать через все поле до этого до этой школы до этого бомбоубежище короче фигня какая-то но сказали что заниматься можно то есть как бы нету там какой-то сильной опасности мне все равно переживаю в понедельник у нас начинается школа тоже такие знаете будут короткие дни до часу 30 это тоже я уже рассказывала учатся те школу в которых естественно все есть условия если вдруг что чтобы и были бомбоубежище хорошо оборудованы достаточно для всех детей людей которые находятся в школе вот только тогда могут выходить на учебу в тех зданиях где нету нормальных бомбоубежищ или есть но не хватает подчисленность которая находится в этом здании то дети те будут также учиться на отдаленке у нас старшие классы выходят потому что у нас там новое здание и сказали что есть все условия есть достаточное количество защищенных комнат вот ну и все таки мы надеемся что у нас все таки будет все все спокойно это знаете такое слово все спокойно все равно неспокойно все равно есть тревожно все равно переживаешь все равно в любую момент в любую минуту может все измениться вот сейчас как бы спокойно через полчаса будет неспокойно дай бог чтобы было спокойно поэтому как бы такое слово спокойно в кавычках в кавычках все равно все равно есть вот это напряжение и есть вот это состояние нестояние что не знаешь что может случиться вот так но надеемся конечно всегда на лучшее ладно всем спокойно ночи всем пока пока